Сегодня говорим с тобой, как исправить проблемы с печенью. Очень-очень у многих есть проблемы с печенью и восстановление печени это реальная вещь. Проблемы с печенью вызывают психические проблемы, нервно-психические и действительно разные-разные ментальные нарушения. В среднем требуется несколько лет, чтобы пройти путь от ожирения печени до цирроза, но это часто люди не замечают и не знают, что нужно вашей печени, как ее восстановить. А восстановить ее именно можно продуктами. Чаще люди даже не подозревают и я могу сказать, что есть действенные способы работы с проблемами с печенью. И да, действительно жировой гепатоз, те вещи, которые возникают у человека, могут быть непременно-непременно изменены. Что бы я рекомендовала как медицинский психолог-нутрициолог? Очень классно, что я совмещаю две профессии для себя. Мне это супер важно, потому что когда я вижу, например, человека с циррозом, он мне говорит о галлюцинациях, о психозе, я понимаю четко, что слава богу, что я знаю биологию, физиологию и я понимаю, почему это происходит у человека. То есть, когда проблемы с печенью, у человека могут быть проблемы, связанные с психологическими такими моментами. Очень важно начать прием токотренолов, прием расторопши. У детокса печени есть две фазы, об этом я рассказывала. И очень важно обогатить свое питание серой, крестоцветные проростки брокколи и зеленый чай, это топчик. Тутка, это желчная соль, которая разжижает желчь, уменьшает количество ферментов в печени. И это та история, которая поможет на ранних стадиях с проблемами с желчным пузырем. Плюс, если мы с вами говорим про повреждения печени, то, конечно, здесь здоровый сон, тренировки, интервальное голодание, терапия холодом, большое количество крестоцветных в овощах. Все это приведет в порядок вашу печень. Другой момент, когда мы говорим про тело, состояние аутофагии, да, то, конечно, в этот момент тело утилизирует все поврежденные клетки. Это не значит, что вы голодаете сутками, просто вы разбиваете время питанием и даете телу отдохнуть. Про добавки, про все это я говорила в своем блоге. И что лучше всего делать при болезни печени. Конечно, когда есть воспаление, когда есть ожирение, цирроз, то здесь супер важно уже начать работать с брокколи, с сульфарафаном, да, со всеми овощами крестоцветными, с расторопшей, с токотренолами, с обязательно суточным белком и низкоуглеводной диетой. Высокие углеводы будут запускать большую проблему. Если есть возможность походить в баню, в сауну, в плавательный бассейн, это супер. Это будет помогать здоровью вашей печени. Если вам интересны мои видеоролики, то ставьте лайк, подписывайтесь и пишите комментарии. Пока-пока.